Я тут, наверное, идеальный стартап, потому что у меня есть несколько компаний, которые внутри все, и у меня есть хорошая, уникальная идея, которая на рынке еще не приставит. То есть это сервис мониторика дорог с помощью мобильных приложений автономфилиста-водителей. Я думаю, что в зале собралось много на целевой аудитории, которая хочет ездить по хорошим дорогам, а не по плохим дорогам. Также у нас есть другая сторона металли, это муниципалитеты, государственные органы, которые ремонтируют дороги, которым нужна информация о состоянии дорог. Вот что заключаются вообще идеальные цифры. Например, если брать штаты, то 74% дорог в Сан-Франциско и Омпленде в плохом состоянии. Каждый год, это реально публикованные цифры, только Сан-Франциско тратит около 2 миллионов долларов на то, чтобы искать, где ремонтировать ямы. Они же делали их комплекс несколько лет назад на похожие предложения, но это не увенчалось успехом. В Украине ситуация немного хуже, и вот опять 5% дорог в плохом состоянии, и из-за этого все автомобилисты должны тратить больше денег на ремонт своего авто. Также мы тратим больше времени, нервов, как бы подвлекаемся к лишней опасности. Проблемы, которые решают сервис. Получается, мы повышаем безопасность введителя тем, что мы можем проложить маршрут по более хорошему маршруту. Для не знакомой вам местности. Мы можем увеличить ваше авто от лишних повреждений. Мы уменьшаем расходы бюджета на мониторинг дорог. В Украине есть спецсредства для мониторинга, но фишка в том, что раз в 8 лет эта машинка может проехать по одной дороге. То есть данные устаревают на 8 лет. Также они не ездят из-за того, что много денег нужно выделить на работу этих машинок. И контроль качества работы дорожных служб мы можем зафиксировать. Вот сейчас работаем с министерством по ремонту. Мы можем зафиксировать состояние дороги после ремонта и смотреть, как динамика улучшения этого состояния со временем. То есть, соответственно, передавать информацию дальше министерству. Как это работает? У нас есть глубинные приложения по дает сандроид уже разработанное. Больше года они тестируются, используются. Я сейчас заканчу подвинуть фон, я просто сажусь в машину, еду, приложение само включается, само пишет все ямы, которые меня на пути встречаются. То есть яму, яру, да, меня просит. Приложение тоже, телефон просит, приложение это все фиксирует, передает на сервер. Мы это обрабатываем. У нас около 45 тысяч пользователей, то есть множество информации поступает. И на основании этих данных мы можем в почти режиме реального времени выводить информацию по дороге. Вот информация по Украине, у нас уже есть около 30% украинских дорог, но, чтобы вы понимали, это самые популярные дороги, да? Потому что вот все, на том счет, где-то много дорог, но люди по ним не ездят. Ну, или ездят не наши пользователи. 30 секунд. Вот такое состояние. Так, вообще, рынок получается около миллиарда автомобилистов, которым это потенциально интересно. Наши планы – разработать навигатор, который будет вести вас непосредственно по нужному маршруту и выпускать сервисы в других странах. Как заработать? Самый интересный вопрос. Можно продавать информацию навигаторам, компаниям типа тестов, которые разрабатывают автопилоты. То есть информация интересная. И государственные учреждения. Также платные подписки получаются, и дополнительные сервисы для самих пользователей. Реально пользователи готовы платить за то, чтобы экономить деньги на ремонт. Наша команда, вот, кстати, наш инвестор Роман Кмель, который сейчас стал уже, после того, что инвестировал начальником департамента автомобильной дороги, инвестиционной инфраструктуры. Спасибо. И я бы еще попросил добавить, если я не ошибаюсь, уже работающий веб. Да, у нас есть карты. То есть проект уже два года, как начало забацываться, больше полтора года мы уже после релиза. У нас есть множество пользователей, есть карта по ямах, по скорости, есть... Чтобы сейчас можно было залезть, посмотреть адрес сайт uaros.com uaros.com Дороги Украины. Петр, пожалуйста. Есть. Есть. Аффлекейшинг есть уже? Есть. Да, приложание поддаётся Android. Дороги Украины. Попрос у меня на самом деле очень простой. Я был на вашем сайте, покатался, им очень легко пользоваться, потому что у нас хороших дорог мало, и все знают. У нас три хороших дорог. Ну, они все известные. Киев-Львов, Киев-Одесса. Белая цепь, Одесса. И еще чего-то там, да. То есть, на Украине пока здесь толпу мало. Отсюда возникает вопрос, как вы на этом проекте собираетесь зарабатывать, ну, вот вы говорите, предположительно за рубеж. Потому что фразы типа, мы будем продавать эти данные Яндексу, а они не нужны вообще? Да, мы с Яндексом общались, они не лезли, но у них сейчас санкции, они не отправляются. А кому будете, то есть, на чем вы собираетесь зарабатывать? Ну, вообще, сама технология, вот около месяца назад Google выпустил патент на похожую штуку. То есть, они уже что-то похожее делают, да. Я знаю, Land Rover снова начал разработывать. То есть, тут интересно, во-первых, сама технология, во-вторых, данные. Навигаторы строят маршруты без учета информации о состоянии. То есть, они анализируют пробки, получается, да, там, просто те данные, где у них дорога проходит, да. А вот какое состояние они не учитывают. Нет, нет, пробки нет. На самом деле, вот, Федор, я не соглашусь. Я вот в этом году, и вот так получилось, ехал из Тернобыля в Карпаты. Я не знаю, сколько я там нервов потерялся, я вот честно, я вот заплатил бы, для того, чтобы в следующий раз... Мы заплатим за хорошую дорогу, а не за себя. Вокруг хороших дорог нет. Нет. Мы стоим курсом навигаторе и предупреждение о ямах. То есть, вот, на... У нас просто есть плохие дороги, а есть такие, чтобы повесить. И вот, я бы честно, вот я бы заплатил, вот, я не знаю, стоит ли вот создавать свой навигатор, потому что, ну, я не знаю, там, сложно это ли... А вот продавать им информацию точно будут покупать, вот, мне кажется. Ну, может, субъективно... То есть, в короче говоря, мне понравилось. Нам нужны контакты с уходом, там, статус, углом, мы сами сейчас общаемся с лендровером, яндексом и новитарном, то есть, ну, нам нужен... То есть, ну, это не просто инвестор, а выход на определенные... Да, со связями, получается, с опытом. Окей. А какое количество стажёте, пожалуйста? Сейчас, ты. Так, нет, там больше 10 тысяч. Больше 10 тысяч, но между 10 и 50 тысяч. Да, точно. Окей. А вы смотрите жительный цикл, вот, через какое время там. Удаляют, ну, удаляют, пользуются. Ну, каждый день удаляют около 50 тысяч, то есть, да, и получается несколько сотни. То есть... Динамика, наверное... А инвестиции? А инвестиции какие? Ну, порядка 20 тысяч, получается, на ближайшие 4-5 месяцев. Это административные расходы, или для чего это? Это закончительная работа, получается, на инвегаторов, и наши экспансии на внешний рынок. Нет. Окей. А почему вы не накладываете это на те же пробки? Ну, вот, дорога может быть хорошая, это стоит. Пробка у нас... Следующий этап. Да, то есть мы будем брать данные, вот, есть открытые источники, мы будем их туда брать, и так, что у нас есть свои данные, то есть, ну... Ну, потому что это, на самом деле, важно про него, хороший, да? Да, мы понимаем. Мы вообще не хотели делать свой навигатор. Ну, это пользователи его просят. У нас множество пользователей, да, им актуально свой навигатор. Потому что, ну, они хотят ездить, вот, не просто посмотреть, там, маршрут, а потом переключиться в Яндекс и поехать непонятно как. Они хотят вот всегда ехать, получается, и видеть ситуацию на дороге. Например, на обгоне, да? Я иду на обгон, совершаю, как бы, сознательные манёвры. Ну, я оценю, как бы, состояние, там, встречную полосу, да, сколько я должен там бур обогнать. Но я не знаю, какая там дорога, вот, реально, дальше. У меня яма попадается, да? И это уже всё меняет в городе. И это, как бы, ну, моя безопасность получается, безопасность моих пассажиров.